Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о муравьях. С этими насекомыми мы встречались. Мы встречались в лесу. Мы видели большие муравейники, даже огражденные, для того, чтобы никто их не разрушал. Но этих насекомых мы видим все чаще на своих огородах. Конечно, правы в чем-то наши блогеры, которые говорят о пользе этих насекомых, что они создают органическое вещество, рыхлят почву и уничтожают паутинных клещей. Ну и на этом вся почта от муравей прекращается. Для нас все муравьи на одно лицо. И мы немногие знаем, что только у нас в Беларуси встречается 50 видов муравьев. А вообще в странах СНГ их количество превышает 300 видов. Более 300 видов муравьев, которые делятся на три группы. Это лесные или настоящие муравьи, очень крупные. Вы их видели, конечно. Следующая группа – это земляные муравьи, те, которых мы встречаем на наших огородах. И третья группа – это муравьи-древоторжцы, которые могут жить у дуплых плодовых деревьев, также лесных деревьев. И, соответственно, разрушая древесину, приводят дерево к гибели. Ну, кроме того, почему нам муравьи не нравятся в наших участках? Ну, во-первых, самый такой большой вред от муравьев – это в том, что они разносят по плодовым деревьям тлю. Ну, а тля высасывает соки и, соответственно, снижает урожай наших плодовых культур. Ну, и некоторые культуры при большом заражении могут даже погибнуть. Следующее. Там, где появляются муравьи, не уживаются садовые растения. Они начинают чахнуть. Начинают чахнуть. Те же овощные культуры чахнут, чахнут и, в конце концов, также могут погибнуть. Вот эти два фактора являются решающими, что мы с муравьями на своих участках боремся. Ну, кто-то успешно, кто-то неуспешно. Ну, давайте будем разбираться, какие способы борьбы есть с муравьями, что нам подойдет и, соответственно, будем выбирать свой проверенный способ. Все способы борьбы с муравьями делятся на две группы. Это как истребительные мероприятия, которые направлены на истребление муравьев, так это и мероприятия, которые будут отпугивать муравьев. Отпугивать муравьев с нашего участка, они будут уходить в другие места, может быть, в леса, может быть, до соседей. Это как уже получится. Но нашим сшим посадкам они вредить не будут. Ну, пока начать о способах борьбы, я приведу один интересный вам такой пример. Один мой знакомый садовод, значит, привез лесных муравьев, привез лесных муравьев себе на участок. Он знал, что муравьи в лесу являются санитарами, но он не ожидал, что муравьи начнут на садовом участке, значит, поедать листья плодовых деревьев. Когда он увидел, что они действуют не хуже гусениц, он полностью сделал очень большую ошибку. Ему пришло где-то года три, пока всех муравьев он не собрал и не вывез обратно в лес оттуда, откуда он взял. Поэтому, что хорошо в лесу, не говорит о том, что хорошо на нашем садовом участке. Потому что в лесу все живое борется за жизнь, а на участке у нас почва рыхлая, насыщенная органикой, то есть условия для муравьев очень благоприятные. Следующее, чего еще, как многие, может, и не знают, то, что наши дорожки заложены плиткой, значит, это тоже идеальное условие для муравьев. Градки, то, что мы делаем окантовку градок, особенно цинковая окантовка или пластиковая окантовка, днем она награется на солнце. Это, опять же, оптимальные условия для того, чтобы муравьи жили на нашем участке. Ну, и начнем истреблять, начнем истреблять муравьев. Что тут можно посоветовать? Ну, самое простое и доступное, конечно, это такие препараты, как муравьед и брос. Это порошочки. Эти два препарата, технология применения очень простая. Они рассыпаются там, где ползают муравьи, где их, как бы, скопление большое. Муравьи наедаются и погибают. И наш участок где-то два месяца, три месяца находится, конечно, в полной безопасности от муравьев. Конечно, если пройдет дождь, эффективность этих препаратов не снижается. Почему? Потому что они раствораются и проникают в муравейник. Хотя, сказать, что муравейники, они все погибнут, муравьи, это будет очень неправильно. Не многие знают, что муравейник, что такое муравейник? Знаете, это шахта, кстати, колодец, и в стороны отходят маленькие ответвления. И вот все муравьи живут именно в ответвлениях. Поэтому, вот почему нет у нас эффекта, когда мы поливаем какими-то крепкими растворами? Потому что и талые воды, и дождевые воды, они через муравейник проходят туда вглубь. Проходят вглубь, и они не затапливают те отходы, которые находятся в разных сторонах, то есть там, где живут муравьи. Так что, знаете, этот факт. Следующее, конечно, то, что имеет право на жизнь, и то, что имеет очень хорошо, помогает против муравей, способ старинный, это смесь борной кислоты и сахара. Один к одному, один к тром, такая вот концентрация борной кислоты с сахаром, размешиваем и раскладываем где-то в баночках по участку. Но тут необходимо помнить, что если уже как бы дождь прошел, смесь намокла, поэтому муравьи могут не захотеть пить вашу смесь. Поэтому это жалко делать в сухую погоду. Только такая смесь этих вершинств поможет также избавиться от муравьев. Ну, конечно, для того, чтобы не нарушать экологию, и для того, чтобы наш участок был более экологически чистым, можно прибегнуть и другим способом. Значит, что самый простой способ, что также можно порекомендовать. Если у вас градка не заселена культурами, нас проливаем это место, где муравейник, кипятком. Нагрываем воду, кипяток, железная леточка и проливаем. Вот, или кружкой какой-то проливаем, обильно-обильно проливаем, муравьи просто-напросто погибают от кипятка. Ну, тут как бы способ не гарантирует 100%, погибает только часть муравьев, часть остается живая. Ну, следующая группа препаратов, которые я буду называть и различные, это то, что будет отпугивать наших муравьев, и они будут уходить из нашего участка. Ну, знаешь, самое простое, что как используют наши огородники, это нашатырный спирт. То есть все вещества с сильным запахом будут отпугивать муравьев. Это нашатырный спирт, доза 50 миллилитров на 10 литров воды. Проливаем муравейники, запах нашатыра не нравится, и муравьи сложно оставляют это место. Ну, с такой же концентрации примерно, 100 грамм на 10 литров, столовый уксус, 100 грамм столового уксуса на 10 литров воды и проливаем ходы наших муравьев. Этот запах им также очень не нравится, они будут уходить из нашего участка. Ну, следующее, что они отпугивают запах, это, конечно, подсолнечное масло. Запах отпугивает муравьев, поэтому немного побрызгали масло по муравейниках, и они также оставляют свои жилища. Также муравьям не нравятся крепкие запахи. Что мы можем использовать на своем участке с крепкими запахами для отпугивания муравьев? Это, конечно, куркума. Такой продукт есть на вашей кухне. Куркума, значит, очень помогает отпугивать муравьев. Следующее, что помогает отпугивать, это острый перец. Острый жгучий перец, порошок перца посыпаем по муравейникам, им не нравится, и они оставляют свое место жительства. Ну, в своем прошлогоднем ролике я вас призывал сушить пижму и сушить полынь горькую. Так вот, если вы насушили эти травы, значит, измельчайте и посыпайте по муравейникам. Запах этих трав муравьи не любят и как бы уходят с насиженных мест. Поэтому, как видите, способов борьбы очень много. Но для себя я сейчас нашел очень хороший способ, который мне помогает, и который не только отпугивает муравьев, но помогает получать урожай. Это профит органоминеральная смесь. Профит органоминеральная смесь вношу при посадке на моих растений, и за счет того, что там содержится рапсовый жмых, муравьи не трогают мои растения. Они стараются уйти подальше. Поэтому попробуйте и вот и такой вариант. Я думаю, он вам понравится. Ну и вы будете получать хорошие урожаи. Муравьи не будет причинять вам ущерб, значит, угнетать ваши растения и разносить тлю по вашим плодовым деревьям. А соответственно, участок станет, при всем тех обработках, которые я вам назвал, будет экологически чистым, и продукция будет безопасна для использования. И вы будете жить с муравьями в дружбе, потому что они просто-напросто оставят ваш участок. Чего вам и желаю. До свидания.